Дра тути, товарищи! Продолжаем гидронир и сегодня мы должны доделать уже наконец этот грёбаный завод. Да, значит, что у нас тут не сделано? Ну вот эта вот история не подключена, надо будет ещё запихать слитки вот сюда и надо ещё, возможно, будет поставить дополнительные... Сколько у меня там уже стоит? Один? Ну вот, можно поставить ещё четыре фильтра для того, чтобы воду на 100% отфильтровать. Но это я сделаю позже, я хочу посмотреть, как она будет работать на одном фильтре. И сразу же хочу обозначить, собственно, для универсальных, уникальных и профессиональных советчиков, которые любят обузить игру, выкапывая грунт до нуля и там ставить печки и добывать по 150 миллиардов золота, сообщаю, что я такой херней заниматься не буду, если вам нравится, пожалуйста, играйте как вы хотите, я буду играть как я хочу. Да, вот с этим разобрались. А теперь продолжаем. Значит, я хочу сейчас продлить немножечко конвейеры вот сюда, просто чтобы они подальше выезжали. А затем мы, наверное, пойдём сейчас с вами включим первый завод, потому что он должен нам добыть деньги на печке. И после чего, пока он будет работать с печками, завод, я имею в виду наш первый, я, пожалуй, здесь начну процесс облагораживания территорий. Ну, естественно, после того, как всё подключим, просто потому что не хочется терять время попусту. Понимаете, как это работает? Вот. Однако, если кому-то прямо очень интересно, что происходит, когда копаешься на нулевом уровне, чтобы вы понимали, это, ну, вообще, как бы недопиленная механика игры. Дело в том, что на нулевом уровне золото добываться не должно. Однако, игра работает таким образом, что чем ниже находятся добытчики, значит, полезных ископаемых, тем больше они их, собственно, добывают. То есть, короче, даже если вы поставите его, грубо говоря, в воздухе, но внизу, то он уже априори будет добывать больше, чем в данный момент. А ещё, кстати, спасибо, что написали мне такую замечательную вещь. Оказывается, эта падла ещё умеет вращаться вот так вот. Понимаете, вот. Оно мне так надо было. Вот. Мне нужно было именно вот так это всё соединить. Я сейчас быстренько здесь всё переподключу. Или, походу, не переподключу, потому что у меня нету прямой... Да, прикиньте, у меня... Нет, у меня есть прямая, даже две. Обалдеть вообще, шикарно. Во, смотрите, а. А что за приколы? Спасибо. Что-то она не хотела у меня вращаться как надо. Но потом я заставил её подчиниться мне. Так, с этим разобрались. Теперь, значит, задвижка здесь имеется. Задвижка тут тоже у нас имеется. Замечательно. Теперь, короче, какая тема. Для того, чтобы с этих вот конвейеров не капало, мы можем их вручную перекрыть. Вот здесь краник есть. Здесь, правда, вот неудобно почему-то. А вот тут я достаю. Да, попробуй ещё прицелься к этому кранику, да. А этот не хочет... О, наконец-то. И у нас ещё есть свободные дырочки. И? И? Вот тут вот. Всё, всё перекрыли. Просто, знаете, чтобы не забыть, а то будет обидно. А, значит, когда у нас запустится это, вот это вот наше предприятие, я, наверное, сделаю всё-таки здесь перемычку, которая будет отрубать отдельно конвейерную систему вот здесь. Ну, просто потому что интересно, хочется посмотреть, как это будет работать. Ну, и как-то, чтобы больше было возможностей. Мне сообщили, что всё-таки у нас есть задвижки с кнопкой, логика, вся херня. И мы этим будем заниматься, когда у нас уже начнёт работать этот завод. И потихонечку будем его апгрейдживать. А сегодня, значит, помимо того, что мы его запустим и начнём потихонечку заливать тут всё в фундамент, я, наверное, ещё что-то пакую, потому что, как вы помните, я купил себе наковальню. Вот она замечательная наша есть. Ну, и помимо её у нас вот появились какие-то инструменты. Шапка, собственно, получается. Шапка, кстати, идиотски работает. Вот, смотрите, как странно. Ну, давай, чё ты бесишь ты меня? Её ты включаешь в руках. Но чтобы её надеть, ты нажимаешь Q. То есть ты не можешь её, вот смотрите, выключить, скинуть, надеть и включить. Это так не работает. По крайней мере, я управление этому не нашёл. Её надо обязательно сначала в руках включить, потом напялить. Идиотизм. Но работает. Окей, поехали, значит, за трубами. Потому что здесь практически всё готово. Помимо труб нам потребуются фундаменты. Для того, чтобы там что-то где-то залить. Тазики я уже сюда привёз. То есть, в принципе, у нас уже всё работает. Мы можем этот завод запускать без переплавки. Но, согласитесь, без переплавки запускать этот завод не прикольно. Поэтому нам бы хотелось, чтобы уже и печечки стояли. И всё вот это вот остальное тоже было. Поэтому сейчас я вот загоняю в магазинчик за трубами. Вот, смотрите, уголок прилип, а? К заднице. Как нахрен банный лист. Всё. Всё, загрузил я моё безобразие. И теперь пойдёмте посмотрим. Это у нас, собственно, мебель, да? Вот есть всякие сейфы, полочки. Я ищу какую-нибудь новую замечательную стойку для инструментов. Потому что у меня инструменты-то появляются. Здесь даже есть, господи, золотой бюст. Кому нахрен нужен в доме золотой бюст? А это же такой кактус. Вот это прикольно, кстати, да. Вот. Нас интересует вот эта вот история. Чё, вот у нас тут есть... Ну, это стандартные, да, стойки для инструментов. А покруче нету. Вообще ничего. И это крыша соломенная. Стенки всякие угловые, дверцы. А вот это что такое, простите? Деревянный фундамент. Вот это прикольно, кстати. Жестяная крыша. Вот из, наверное, подобных материалов мы будем строить наш завод. Обшивать вот эту историю, которую я там уже построил. Вот окна классные есть. Но я не вижу здесь... Вот это какой-то... Я даже не знаю, как этот стиль называется. Может, европейский, не европейский. Короче, больше вроде здесь магазинов интересных я не наблюдаю. Вот это что такое? Здесь можно продавать товары, да? И это типа местный скупщик. Это прекрасно. И вот здесь ещё что-то имеется. Что это такое? Какая-то... Какая-то помойка. Видимо, здесь что-то недостроено. Блин, разработчик говорил, что скоро появятся какие-то квесты в игре. И мы сможем что-то где-то кому-то продавать и потом строить что-то. Это будет крайне интересно. Но пока этого не произошло, мы возвращаемся домой. Возвращаемся мы полностью домой. А потом мы поедем на наш старый приск, после того, как я здесь посплю, и запустим там процесс... Чуть не сказал, брожения. Ну, можно и так сказать. О-о-о, тихо, притормози. Ещё какая идея у меня появилась. В общем-то, в комментариях прочитал тоже интересную просьбу, предложение. Я её обдумывал ещё, когда строил первый мой завод. Короче, предлагают сделать заправку для машинки. То есть, короче, организовать здесь ещё один, так скажем, сосочек, который будет использоваться для заправки тачки, чтобы с ведром не носиться. Мне кажется, это крайне интересное предложение. И поэтому мы возьмём сейчас вот здесь вот такой вот тройничок. Установим его как-нибудь вот так. И вот, собственно, с этой стороны у нас будет вливаться водичка, чтобы машинка могла напиться. Единственное, только я задвижку не купил. Я молодец. Я думал, что у меня тут в запасе они есть. Ну, пока этого не произошло, давайте я бы продолжу подключать. Сейчас поспим только. Так, пожалуй, я подгоню машину ближе, потому что у меня уже... Я уже обленился настолько, что мне лень ходить туда-сюда. Вот. Идеально. Так, возьмём уголок, чтобы никто... А, пока рано, да. Это вот сюда. Прости, нет, пока рано. Надо сначала там задвижкой перекрыть, чтобы вода не текла попусту. Вот, видите, как быстро стройка-то идёт, когда машинку подогнал. Я, наверное, вообще из машины ничего выковыривать не буду. Надо просто расставлять всё правильно и красиво. И можно будет удобно забирать объекты, в том числе фундаменты. И, по-моему, там плюс одна труба у меня лишняя. Да, вот это получилось лишнее. Здесь мы сразу ставим уголочек. Вот так вот. И, в принципе, наша система готова. Практически полностью. Да, её можно уже, наверное, сейчас запускать, смотреть, что произойдёт. Но, учитывая, что пока у нас, собственно, нет выхода, мы этого делать не будем. Или будем... Давайте для начала перекроем наши буровые установки. Запустим процесс. Потому что мне интересно посмотреть, работают ли конвейеры в хвосте, скажем так. Так, смотрим на них. Что-то я не вижу, чтобы они работали. Такое ощущение, что что-то где-то перекрыто. А ну-ка. По-моему, сюда ничего не идёт. Надо вот эту задвижку проверить. Да, пошло. Проверяем конвейеры. Конвейеры не работают. Почему они не работают? Возможно, потому что они по дефолту перекрыты. Да. Всё, теперь работает и где-то что-то сочится. Во. Вот она дырочка-то где, Михалыч. А вот хрен тебе. Всё, перекрыли. Но они продолжают крутиться. И вроде бы даже давления на всё хватает. Всё вроде пашет. Замечательно. Вот эту штуку мы, наверное, тоже откроем. Чтобы немножко тоже давление, так сказать, продлить. И вот видите, проблема. Я тут, к сожалению, не сделал перемычку. И если я сейчас запущу, у меня уже пойдут какие-то полезные ископаемые. Нам это не надо, поэтому мы перекрываемся. Вот этой вот задвижечкой. Значит, что нам надо сделать? Я бы хотел ещё поставить... Да, тут хрен увидишь, получается, да? Если я поставлю. Давайте вот попробуем сюда как-нибудь, чтобы он вниз смотрел. Датчик давления. Ну вот тип того. Чё там, работаешь? Ну, вроде да. Только надо приноровиться, как его считывать правильно. И давайте проверим заправочку, которая пока что работает неправильно. И мне надо сюда расчистить подъезд. Но мы её обязательно допилим. Надо только там поставить... О, боже, я застрял вот так. Поставить отдельный выход. Будет здесь перекрывашку. И эта штука нам пока не нужна. Я обязательно сделаю склад. Прямо отдельное помещение, куда буду подносить вот эти все вещи, которые у меня валяются, чтобы быть почище. И по организованию. Потому что я не люблю, а срачу. Вот. Запускаем процессы. Вот так. А это вот сюда. А это вот сюда. Так. Сейчас мы заправимся. Подъезжаем. О, видите, как удобно. Просто замечательно. Можно сказать, что у меня первая заправочная станция получилась. А мы тем временем отправляемся на наш старый прииск. Главное не перевернуться. И сейчас будем... Я, по-моему, не туда поехал, кстати. Мне надо сейчас срочно налево. Прям резко влево. Да, я пропустил. Я поворотик правильный. Но это не беда. Приехали. Итак, печка, насколько я помню, стоит около 1200. То есть нам надо накопить где-то около 8000 денег. И всё у нас будет хорошо в этом мире. Поэтому запускаем наш завод. Который почему-то... А, у меня печки все вырублены, да? Давайте печки врубим. Наверное, лучше их сначала врубить, а потом включить, чтобы они синхронно бабахали. Потому что так меньше шанса, что кусочки прекрасные эти превратятся в большие кусочки, которые уже, собственно, дробилка вон там вот не сможет измельчить. Ну, поехала. Поехала. Всё работает, да? Всё падает, всё хорошо. Замечательно работает. Мне прям нравится. Воронки я так и не нашёл им нормального применения. Я экспериментировал тут за кадром. Ставил, короче... Отодвигал вот эту линию на один блок. Ставил, короче, ещё выше подъёмник. И пробовал делать воронку на блок ниже. В общем, короче, говно получается. Ой, беда. Забыл ведро, ребята. Забыл ведро. Ведро я забыл полностью под вас. Вот под эти кусочки. Пробка, иди нахрен. У меня тут посох где-то был. Вот мой посох. Чай я тут всё сложу. Иди сюда. Где таз? Вот он. Да, посох это прямо шикарная штука. Всё, теперь всё работает. Запускаем. В общем, сейчас всё это безобразие у меня будет работать. Я буду пристально следить, чтобы ничего не навернулось. А мы с вами уже увидимся, когда он нафармит. Чтобы продать всё, что он там наделал. И пойдём закупаться печками, закупаться фундаментами. Будем достраивать нашу прекраснейшую фабрику. Он, кстати, уже первая проблема. Смотрите-ка. Да, наверное, я поставлю всё-таки ещё четыре фильтра. Для того, чтобы эти штуки работали подольше. Они, по-моему, всё равно будут ломаться. Но не с такой частотой, как сейчас. Так что да. Ожидаем. Ожидаем доходов. Ну что, товарищи. Прошло где-то, может, минут семь, восемь. Мне кажется, этого достаточно. У меня сломался фильтр. У меня сломался дробитель. Я это всё дерьмо починил. Один, короче, вот этот вот прекрасный ридикюльчик мой ушёл. Поэтому мы сейчас систему глушим. И со спокойной душой, значит, выливаем всё, что здесь произошло. Странно, бак пропал с золотом. Так, выдавайте мне всё это дерьмо. Сейчас я буду его полностью продавать. Первым делом мы, конечно же, спрессуем наши бриллианты. Которые ни хрена не высыпаются. Я не понимаю, почему так происходит. Вот прям надо найти точку. Ну, пожалуйста. Вот, спасибо. А, ну да. Надо запустить систему ненадолго. Вырубить нахрен печки. Отлично. А, ну да, этот мы не сможем продать. Я этот тогда в машину сразу запихну. И пойдём. И пойдём. Так, вот этот вот тоже с нами отправимся за продажу. Маленький такой говню, который хотел, значит, не продаться. А я его всё равно сейчас у тебя продам. Задница ты бриллиантовая. И десять, сука, тысяч денег. За пять минут. Как так вышло, непонятно, но я рад. Ха-ха. Пять минут, серьёзно. Прикиньте. Обалдеть. Вот вечер. Это тот же день. Чё, как много. Странно даже. Ну, вот, да. Сейчас мы их совместим. И поехали в магазон. Купим, значит, печки. Купим фундаменты. И я в строительном магазине ещё хотел посмотреть. Там есть какие-то чёрные прикольные фундаменты. Я, наверное, буду заливать полы именно ими. Хотя там ещё есть такие интересные, типа, пол деревянный. Тоже прикольно смотрится. Сейчас мы, наверное, тоже одну штучку купим, чтобы тупо посмотреть, как оно вообще... О, боже мой. Оу. Оу. Срань, господня. А, диспетчер, разрешите сесть. О, я ихтиандр. Теперь надо понять, куда меня зашвырнула нелёгкая. Ага, я, кажется, понял. Слушайте, я нашёл кратчайший путь. Ха-ха-ха. Я приехал туда, куда хотел. Учитесь нахрен у меня. Ха-ха-ха. Да, это было весело. Но я не сдаюсь. Я к этому был морально, физически. И у меня даже был парашют. В общем, готов я был по полной программе. Теперь давайте покупать печечки. Печек нам надо четыре, как вы понимаете. Как ты задолбал меня. Надо разработчику сказать, чтобы он этот звук вырубил. Потому что он меня настолько бесит, что я бы... Ой, я бы что-то сделал нехорошее с этим человеком, который так делает. И вот в этот котёл его башкой. Всё, до свидания. Удивляйся теперь там. Я добрый. Я самый добрый человек в мире. Я, в принципе, как, знаете, какой-нибудь там добряк. Как в пиратах Карибского моря. Джек Воробей. Капитан Джек Воробей. И ещё я хочу купить себе компрессор. Потому что, как вы понимаете... Сука, какая тварь. Да. И мы возьмём ещё стоечку для инструментов. Потому что у меня там молоток появился. Ещё что-то появилось. В общем, покупаем. 7 тысяч у меня остаётся. Чё-то даже как-то прям много. Сейчас я всё это дерьмо загружу. И мы пойдём в строительный магазин забежим. Чтобы взять там фундамент. Посмотреть, как он вообще смотрится. Работает или не работает. В общем, интересно. Да жути. Да заткнись этого. Чтоб ты, падла. Всё хорошо. Всё нормально. Так. Строительный магазин требует деньги, естественно. Поэтому возьмём их с собой. Вот. Значит, чё тут? Где тут? Вот, смотрите. Есть поддон. Я очень понимаю, что на него можно построить. Да, построить. Но я где-то... Вот, смотрите. Большой деревянный пол. Вот это мне и нравится. Да. Это мне определённо нравится. Я хочу взять одну штуку. Берём. И, наверное, мы сейчас посмотрим, где тут фундаменты есть. Вот. Смотрите. Большой бетонный пол. Во. Вот это прямо для... Как это? Ну, в общем, вы поняли. Берём их. О, чёрт. Так. Раскрывай парашют. Я пойду его спасу. А куда он упал? Вот он, мой друг. Я даже тебя взять не могу. Серьёзно. Ну, упокойся с миром. Ладно. Чёрт. Не очень удобно покупать фундаменты в этой игре. Я вот так тебя сейчас буду ставить. Вот идеально. Иди сюда. Вот так вот. Надеюсь, загрузятся они гораздо удобнее, чем я их покупал. Нормально влезает. Просто идеально. Так. В общем, господа. Я понимаю, что вам хреново уже видно. Потому что вечер, мать его. Я сейчас по-быстрому тут ещё что-то позакуплю. И это... Загружу в машину. И поедем всё это расставлять, выставлять. В общем, развлекаться по полной. Так. Я успею. Да, вот приходится немного циркового представления устраивать, чтобы всё купить. Всё, готово. Погнали домой. Сразу заправимся. Чёрт. Прикиньте, ребята. Я забыл... Я забыл задвижку поставить на заправку. Вот дерьмо. Так, ну ща метнусь по-быстрому. Не, не метнусь. Это ж надо деньги будет тоже брать. Короче, спать. Поспали, можно и пожрать. Давайте укладываться. Так. Вот, смотрите, какая красота. Просто божественно. Да, господи, какой ты противный со своим... Так, вот сюда подсовываем. Всё было прям по фэншую. А, тут чё там, как у нас там? Вот хочу подсунуть под тебя, хочу вот так. Вот это мне нравится определённо. Знаете, как будет неудобно? Вот сюда надо ещё будет подсовывать фундамент. И я не знаю. Ну, наверное, придётся вот так это делать. Подождите, а что, он там уже есть? Ой. Понял. Понял. Вот так надо было поставить. Думаю, что вы понимаете, что я собираюсь здесь всё заливать в это безобразие. Но, естественно, я не буду делать это на запись. Потому что это, грёбаный, мать его, гринд и повторение, мать учения. Пока что меня интересует только эта площадка. У меня кончились... А чё ты, как быстро, как они кончаются? А деревянный пол как выглядит? Ну-ка. Он выглядит потрясающе. Мы поставим его вот сюда. И здесь я расположу стойку для инструментов. Пока что. Вот такую. И надо ещё куда-то будет привинтить замечательный компрессор. Но, честно говоря, я особо по этому поводу пока не заморачиваюсь. Может быть, его вот сюда поставить, кстати. Но вполне нормальное место. Здесь просто тройничок бахнуть. И всё у нас будет хорошо работать. Может быть, даже он у меня есть в наличии. Нет? Нету в наличии, к сожалению. Ну ладно, ничего страшного. Так, ну давайте печки выставлять. Печки-то, слава богу, воду не требуют. Но они требуют подъём. Они требуют подъём. Я забыл про подъём. Какой я молодец всё-таки бываю иногда. Надо подъёмов 4 штуки купить. И надо будет сейчас здесь краники открывать. Потому что они же должны... Чёрт, подери. Ну ладно, заодно трубы куплю. Ну и может даже пару фундаментов. Прям не могу остановиться. Хочется всё покупать, понимаете? Прям беда. Так, для начала мы купим ещё 4 фильтрика. Потому что сделаем сотку сразу. Я уж посмотрел, знаете, как работает мой старый завод. И да, он достаточно быстро убивает механизмы. Поэтому мы поставим 4 фильтрика. Мы поставим, значит, пару задвижек возьмём. Ну мало ли ещё пригодится для чего-то. Лучше иметь запасик, да? И возьмём тэшку в количестве 2 трубы. 2 трубы, да. Мои fucking Russian language говно. Ну и больше вроде ничего не надо, да, пока мне здесь? Наверное, пока ничего не надо. Делить я пока не собираюсь. Давайте сразу весы купим, потому что я в любом... Ага, прости. Чёрт, подери. Да, неудобно получилось. Ну я просто хочу их купить, потому что, может, я что-то повзвешиваю там. Потому что я этим раньше не занимался. Мне интересно попробовать. Больше всего, конечно, мне интересно пообщаться с логикой. Как это всё работает. Как там это всё можно организовать. Если удастся сделать реально пульт управления заводом, это будет вообще божественно. Вот. В чертежи я упорваться не буду, сразу говорю товарищу. Просто, чтобы не было вопросов. Мне это в целом не особо интересно. Она там ещё и оказывается забагованная история. Единственное, я бы открыл... Мы, наверное, сейчас с вами съездим, сходим даже. Я вам покажу, о чём я говорю. Там ещё есть такой интересный бак с переводом, который полностью блокирует описание, как сделать тот или иной предмет. И для того, чтобы это понять, нужно переключаться на английский язык. В общем, короче, не очень удобно. Сейчас я по-быстрому ещё фундаментов понакуплю, и мы с вами отправимся общаться по поводу чертежей. Итак, чертежи у нас находятся вот здесь на судне. Тут ещё какой-то, смотрите, памятник прикольный. Какому-то рыцарю. Чуть написано вообще, нет? Ну ладно, в общем, чертежи. Что такое чертежи, как с ними работать? Вот у нас есть вот такая вот лютая цепочка. И вот здесь будет описание, где точка, видите, даже запятая, наверное, какой-то находится. И вот эти все предметы мы сможем крафтить на верстаке. Верстак, верстак, верстак. Здесь не продается верстак, но вообще он продаётся, и нам он потребуется для того, чтобы это делать. И меня интересует финальный чертёж вот этот. Чертёж сумки для инструментов. То есть, короче, для того, чтобы к нему добраться, мне нужно пройти по всей вот этой вот цепочке, и только в конце, когда мы научимся крафтить мушкеты, только с помощью мушкетов мы сможем добраться до сумки, значит. Остальные вещи мне, в принципе, неинтересны, наверное, кроме ключа. Ну и, в общем, да. Это интересная, на самом деле, история. А это что такое, простите? У-у-у, огромный энергокристалл. Это, видимо, реактор этого корабля, короче, чтобы он мог плавать. У-у-у, как интересно. А вот, по-моему, верстак, вот он, да. Отвёрочки всякие, в общем, вы понимаете, да? Может быть, может быть. Мы проведём прямую трансляцию сравнительно так же, как я делал это, когда мы формили трубы, эти трубы, говорю, печки. И на этой прямой трансляции я заморочусь по чертежам, потому что там, ну, много нужно поделать одних и тех же процедур. И потом уже в финальной серии я это вам продемонстрирую. Пока что мне оно особо неинтересно. Тем временем мы приезжаем на наш прииск. Тачку надо паркануть чуть дальше, потому что я хочу сейчас сделать небольшую удобную заправку. Не то, что у меня сейчас работает. Но сперва фундаменты. Да, да, тут, конечно, не очень красиво получается из-за земли, но землю можно, в принципе, лопатой будет копнуть. Правда, я лопату, по-моему, не привёз. Но это ладно, это мелочи жизни. Короче, сейчас пока сюда не буду заливать фундаменты. Фундаменты надо вот здесь вот тоже продлить. Ну, то есть, чтобы какая-то площадка была удобная для работы. Так, вот сюда. В смысле? Я же вроде до хрена их покупал. Что-то я, по-моему, либо багульку словил. Я, короче, их штук, наверное, 10 купил. А у меня получилось, сколько там я поставил? Раз, два, три, четыре, пять. Я поставил пять. Но я точно около десятки покупал. Вот дерьмо. Ну, ладно. Короче, потом. Значит, сейчас езжу, куплю. И я забыл, знаете, что купить? Подъёмные конвейеры. Ну, это ладно. Я сейчас быстро сделаю. Значит, давайте... Давай. Да я сейчас езжу, куплю, наверное. И потом будем всё уже выставлять, подключать. В том числе и... В том числе и мой прекрасный... Иди сюда. Вот это мне надо. Заправочный пункт. Можно движку вообще прям перед выходом поставить? Да, так и сделаем. Типа подъехал, краник открыл, заправился, и всё у тебя хорошо в жизни. Всё, сейчас вернусь, товарищ. Итак, подъём был установлен. Это прекрасно. А, так. Сейчас я посмотрю, что у нас происходит. Здесь золото, здесь железо, здесь хрень. Ага. Неудобно получилось это вот сюда. Товарищи, возрадуйтесь. Практически всё готово. Осталось поставить печки. И всё, можно начинать. Печки установлены. Теперь наша задача сделать фильтрацию. Да. Пойдёмте. Готово, товарищи. Фильтра установил. И знаете, что я тут подумал? Они, оказывается, ещё на 2% рушат давление. И по энтому давайте-ка я ещё один вот здесь вот добавлю давленический вот этот вот отсек. Потому что у нас куча осколков, так что это ничего страшного не будет. А давление мы поднимем, и всё у нас будет хорошо. Первый пошёл. Второй пошёл. Третий. И, наконец, четвёртый. Всё. Давление есть. Задвижку, наверное, надо открыть. Я, правда, не знаю, какая у нас там. Вот эта, по-моему. Нет? Вот эта, видимо, тоже закрыта. Так. Я не понял, в чём прикол. Вот сейчас она открыта, да? Да. А ента? А у ента и не написано что-то. Так, сейчас она открыта. Всё, пошло, пошло. Всё, отлично. Давление есть. Он там ещё капает, смотрите-ка. Надо тут это... Перекрыть краник. Вот так. И можно даже ещё... О, подождите. Слушайте, надо бы его чуть подальше вывести, наверное, да? Да. У меня конвейеры-то ещё остались хоть один? Нет? О, как грустно, а? Ну, прости, дружище, тогда мы тебя перекроем. У меня прям пока нету желания ехать за конвейерами. Вот я хочу поспать. Я хочу сделать заправочку нормальным. Для этого нам потребуется пара уголков. Или нахрен на уголке, кстати. Да, давайте-ка я вот сюда просто перемещу. Вот так. Вот так. И немножко удлиним. Ну и поставим задвижечку, которая где-то у меня тут валялась. А я, по-моему, её выложил. А нет, нет. Я уже вроде выкладывал её. Странно. Кто-нибудь видит задвижку? Я что-то вот как бы не особо. Не, её точно выложил. Где задвижка, мать вашу? А, вот она. Всё, прикручиваем её сюда. Всё работает, товарищи. Ну чё? Are you ready? Получить первое, значит, первую прибыль. Только таз нужен, да. Нужен тазик, который мы расположим. И будем складывать туда. Ещё знаете, что за идея только что появилась? Может быть, ещё центрующий конвейер поставить вот здесь? Ну, то есть, ещё на один блок продлить. Просто, чтобы точно не мазало. Ну, а это потом. Пока что давайте запускать и смотреть, как она работает. Эм, в чём дело? Ты работаешь? А где у неё рисочка? Вот, теперь открыто. Здесь что у нас? Здесь тоже открыто. Печи не работают, потому что они выключены. Понял? Ну, перекроем. Печи включим. И включим. Вот, и откроем, вернее, да. Печи, твою мать. Дрели, да, это же дрели. Понеслась, моча по трубам. А, смотрите. Грунт пошёл. Так. Ох ты ж, мать твою. Ребята, мы богаты. Посмотрите, сколько этого дерьма вываливается. О, боже. Ха-ха-ха-ха. Вот оно, богатство моё. Вот оно. Класс. Я сюда, наверное, ещё пару измельчителей поставлю, чтобы им удобнее просто было. Ну, товарищи, я вас категорически поздравляю. Мы это сделали. Завод у нас запустился. И теперь, для того, чтобы всё прямо хорошо у нас произошло, мы должны, знаете, что сделать? Мы должны с вами посмотреть, что такое наковальня и как с ней дружить. Куда я её положил? Наковальня, ты где? Так, давайте установим её куда-нибудь сюда. У неё есть вот такие замечательные рецепты. Я не очень понимаю, что означают эти палочки. Так, ожерелье. Вот это вот типа железный слиток, правильно? И это два железных слитка. И это три. Ну, давайте попробуем. Где у нас тут железо было? Так, железо во втором. Дай-ка. Вроде всё плавится. Значит, кладём слиток вот сюда. Ладно. Вот так кладём слиток. Берём, значит, молоток. Чтоб никто не уволок. А где молоток? О, чёрт. Вот, вот. Я об этом и говорю. Бардак – это самое хреновое, что может быть. Надо... А я его, наверное, не выложил просто. Вот, да. Вот он, молоток. Сейчас мы... А где у меня? Вот у меня. Это вот сюда. Сразу всё повесим, чтобы, так сказать, всё было хорошо. Вот какой из них какой? Ты кто? Молоток конструктора. А это вот сюда. А мне нужен молот кузнеца. Значит, вот этот. Да. И пробуем. На. Нет, не работает. Так, я не очень понимаю, что сюда ещё надо положить. Ммм, интересно. Что у нас там ещё есть? Вот есть... Есть, короче... Ну, допустим, вот такая хрень, да? Золото у нас вот здесь. Ну-ка, дай. О, боже мой. Так, я понял, ребята. У нас интересное, значит, это... Выгружать ресурсы... Надо запомнить. Выгружать ресурсы надо только после того, как мы вырубим нахрен печки. Вон той задвижкой. Ну, попробуем, значит, поместить сюда золотой слиток. Странно. Не работает. Может, сюда тебя надо поставить, нет? Ммм... А может быть, не слитки нужны, а? Может быть, нужна прям... Сейчас поймаю, сейчас поймаю. Смотрите, а? Где ты? Опа! Видали? Чисто поржать. Ммм, это интересно, слушайте. Вот если бы ещё понимать, что это рисочка, значит... Хочу вот так попробовать. Попробовать. А так? Нет. И так нет. Да, интересный. Интересная наковальня. А, слушайте. Я вот сейчас почитал, слитки написаны должны быть раскалены. Знаете, что это значит? Это значит, что нам надо сюда тигель принести. Вот. А я-то штуку вернуть на базу вот сюда. И тогда, по идее, всё получится. Да? По идее, получится. Так, как у нас дела? О, у нас уже пошли первые поломки. Ну-ка, давайте вырубать. А вот так сделаем. А, да, вот она. Вот видите, в чём дело, ребята? Вот об этом я и говорю. И всё вырубилось нахрен. Чё ты бесишь-то меня? Ты же должна работать. Так, это странно. Это очень странно. Просто перестал работать. Всё-таки, походу, здесь... Как-то это всё работает очень странно. Сейчас офф, сейчас он. Но ничего не пашет. Видите, да? Вообще ничего не пашет. Это бак очередной, что ли? Видите, даже из этой трубы ничего не вываливается. При том, что здесь у нас он. Ну, будем считать. Будем считать. Что-то из-за того, что у меня поломался фильтр. Всё, здесь офф. Поехали, короче, за тигелем. И заодно купим эти инструменты ремонтника. Потому что они тут потребуются в количестве миллиард. Фильтранера будут выходить из строя крайне часто. Ну, смотри, он поработал минут пять, наверное, да? И сразу же сломался. Грустное дерьмо. Приехали. Здесь тигель есть. Только не говорите мне, что... А, вот. Так. Вот, наверное, мы возьмём печь. Ну, возьмём... Боже мой, я всё время забываю, что надо купить. Какой-то клептомат. Я не знаю. Возьмём, короче, и тигель, и печь. На случай, если её надо плавить в печке. Ну, по-моему, там можно же просто положить, его тупо раскалить. И сковать там всё, что хочешь себе. Но, по идее, я всё правильно делал. Только единственное, забыл, что они должны быть раскалённые. Так что всё будет у нас сейчас отлично. Просто потрясающе. Да, ещё забыл вот что купить. Возьмём штуки три ремонтных инструмента. Потому что фильтра сейчас будут петь нам романсы о том, что они ни хрена не работают. Поехали. Я, наверное, знаете чё, и как-то тачку не хочется мне покупать-то, вот эту. Ну, вот, которая бурилка, не знаю. Может быть, я её куплю бой ближе к концу, чтобы посмотреть, что происходит с ресурсами, которые находятся на глубине. И вот, чё я ещё решил-то купить-то, забыл-то. Я всё время забываю, забываю. Всё забываю, я старый стал. Мы купим сейчас, значит, пару конвейеров. Три. Когда я говорю пару, я имею в виду три. И мы купим ещё центрики вот эти вот в количестве четыре, пять. Чтобы прям вообще не было никаких вопросов. Просто потому что мне хочется. Да давай уже, не бейся меня. Так, два, три, четыре. Пятый. Господи, тварь, давай, вот. Спасибо. Где мои деньги? Вот они. За копеечку потяни и золотишко вытяни. Бах, у меня остаётся 2 800. Но мы скоро это изменим. Да, мы это изменим. Мы будем ковать. Ковать, распространять. Оу, забыл деньги, по-моему, да? Нет, не забыл. Слушайте, я такой прям молодец в последнее время. Ничего не забываю практически. Возвращаемся домой. Делаем всё по красоте. И начинаем ковочку. Ковочку будем сейчас производить. Вот это скорость. Вот это я понимаю. Паркуемся. Идеально. Значит, что нам надо? Нам надо взять печь и проверить ковочку. Поставлю я её, естественно, поблизости. Потому что мы же тут будем ковать, правильно? Давай. Раскаляйся. Так. Раскалился. Это сюда. Это сюда. Чё, недостаточно раскалился, что ли? Чё ты бесишь меня? Вот ещё не понять бы, что эти рисочки значишь. Может быть, три слитка надо, слушайте, а? А давайте попробуем. Я вот сделаю вот один такой меч. Возьмём этот слиток, положим сюда. И бах! Кинжал. Прикольно. Так. Где у меня продаванный таз-то был? А? А, во. Продаванный таз. И сюда этот... Босраться можно кинжал, а? Ладно. Чё у нас там ещё есть? Давайте золото. Вот у нас есть золото. А в количестве один слиток. И мы его туда кладём. То есть мы его сначала кладём в печь. Теперь мы его кладём сюда. И бах! И у нас получается золотая подкова. Или это серьга, я хрен за что это. Так. Прикольно, прикольно. Ну и можно попробовать продать сейчас будет это всё. Но сперва я посплю. Потом я починю свой фильтр. Доделаю мою систему. Правда, у меня нету фундаментов. Да, наверное, мы систему доделаем попозже. Она в любом случае сейчас работает. Никаких проблем с ней не будет. Это 100%. Поэтому можно, в принципе, ковать. Да, можно ковать. Единственное, что надо подключить сейчас вот эту штуку. Вот сюда. У меня уже тройник тут готов где-то был, да? Вот он. Ну, чтобы бриллиантики-то тоже у нас были, понимаете? Вот. Подключаем её. Чё там нападало? Ох, божечки мои. Вот это да. Нападало нехило. Значит, выбрасываем всё. Я понял, как надо заставлять переворачиваться этот тазик. Надо просто не смотреть в компрессор. Надо смотреть куда-то в другую сторону, и всё будет работать. Теперь давайте починим нашу систему эту. Всё, теперь она должна работать. Открываем. Пошла жара. И давайте чисто поржать. Сделаем вот такую штуку из золота и бриллиантика. Для этого мы вот здесь всё нахрен прессуем. Допустим, синим хочу. Да, и вот тут ещё попробуй положи, да? Кладём, короче, бриллиантик. Перекрываем печки. Сейчас оно всё приедет сюда. И прям сразу же сюда. И прям... На, тварь! Нет? Не хочешь? Давай тебя ещё подогреем. Подогрелся? Иди сюда. Я не успел, чёрт подери. На! О, смотрите. Ювелирное изделие получилось у нас синим бриллиантиком. Понял, понял. Что у нас там ещё есть? О, ожерелье. Вот что два здесь надо? Два слитка? Ну-ка, давайте проверим. Вот, допустим, у нас есть топор. Топор требует два слитка. Берём железо. Один слиток. Запускаем систему. Сейчас оно там ещё на одну железяку нам нафармит. И мы попробуем два слитка запихать, потому что я не очень понимаю, как это работает. Может быть, потребуется даже не одна, тогда печь получается, а несколько. Вот это вот костёр. Короче, это прям мне интересно, да. Значит, что ещё мы сегодня должны с вами сделать? Ну, помимо того, что будем ковать сейчас. Уже, в общем-то, поковали, да. Я хочу сделать здесь перемычку, которая будет идти в обход вот этих замечательных наших этих... Как они? Ну, вы поняли, да? А можно, кстати, даже не перемычкой делать, а просто второй трубой провести. И всё у нас будет работать, кстати. Да, и вот здесь она, собственно, сюда приходит. Даже вот сюда, наверное, приходит. Да, и всё. И отдельно можно будет включать эту хрень. Отдельно можно будет вырубать эту хрень. По-моему, я прикольно придумал. То есть мы, короче, как делаем? Мы вот здесь вот сейчас ставим тройник. Где там у меня тройник? Вот он. Так, давайте... Ой, простите. Врубаем систему. Сейчас оно там нападает. Так, где у нас же железо? Вот оно. Сейчас всё доедет. Давай, доезжай уже. Опачки, опачки. Оу. Греем. Значит, раз слиток. Греем, два слиток. Нагрели. Пробуем. Кладём первый, кладём второй. Берём молоток и бахаем. О, боже. Ни хера себе секира получилась. Гимли был бы в восторге от моих способностей. А, попробуй теперь положи её. Ну и как мне тебя положить-то? А, да, это проблема. Пади в таз, прошу тебя. Слушайте, с секирой прям проблема. Можно как-то повращать что-то такое? Пожалуйста, можно? Так, секиру больше не делаем. Она в таз не влезает. Вообще, никаким образом. Падла такая. Ну, хрен с тобой. Отдельно, значит, продам. Ну, и что у нас ещё тут есть? Ну, вот это мы уже поделали. Больше, в общем-то, нет никаких предметов. Мы уже сделали все, получается. Ну, вот остался только вот такой меч из трёх слитков железа. Ну, давайте чисто поржать сделаем его. Посмотрим, как это будет. Потом тогда я займусь вот этой вот перемычечкой. А пока я ей, наверное, занимаюсь. Где нам ещё надо тройничок-то поставить? Вот здесь у нас будет просто уголок, получается. Да. А сюда уже будет это всё возвращаться. Ну, короче, всё понятно, как это работает. Надо будет ещё, наверное, купить пару дробилок. Я всё-таки... Ой. Ой. Здрасте. А что за срач здесь такой прям страшный? Ты чё? Ну, вот что он застревает, а? Они же не хотят сказать, что я всё это должен... Ну, ладно, я сделаю. Да, попробуй найди теперь мою палку-то тут, ковырялку. Короче, потом это сделаем. Когда сломался дробитель, видимо, тут произошла херня. Вы же не вываливаетесь, правильно? Мимо-то. Или вываливаетесь? О, класс, видали, упал только что к херпидону. А знаете, когда он упал? Он вообще вот здесь упал. И знаете, что это значит? Правильно. Нам нужны заборы конвейерные. Иначе у меня здесь будет вот этот срач. Всё увеличиваться и увеличиваться. Ну, ладно, с заборами мы попозже разберёмся. Так. Глушим систему. Вернее, нет. Глушим мы вот эту систему. Вот охренеть, да? Ещё и обосрал тут всё себе. Ох, нифига там камней. Так, ну давайте. А вот странно, да, что нету какого-то рецепта, чтобы прям всё там было. Ну, короче, давайте мы сделаем как? Мы сделаем вот такой кинжал. Мы сделаем вот такую подкову. Ой, а чё это? Ну-ка вернись. У нас здесь камни? По-моему, да. Так. Греем. Это тоже греем. Начнём, наверное, с золота. Здесь надо стойку поставить прямо рядом с этим. Вот эту стойку, например. Вот здесь она отлично встанет, чтобы можно было удобно брать молоток. Чтобы никто не уволок. Так, я-то чё у нас? Золото, по-моему. Берём молоток. Бах! Есть такое дело. Убираем. Молоток на место. Берём железо. Не, не берём. Наверное, сначала надо вот так сделать. Теперь можно бабахать. На! Вот это кинжал охренеть вообще. Страх божий. Так, короче, давайте пробовать это всё продавать. Пожалуйста. Пожалуйста. Первый же нормально встал туда. Чё ты бесишь-то меня? Я понял. Будем делать подковы, значит. И отжерелья. Из железа получаются не очень нехорошие вещи. В плане удобства переноса. Ага. Кинжал готов для продажи на бирже или ювелиру? Ну, мы ювелиру повезём, потому что я ему всё продаю. У нас с ним, короче, договор. Топор. Да, я не могу это положить. Значит, поедете... Ой. А вот это влезет, не? Короче, я всё сломал. Я молодец. Так, топор. Точнее, секира. И вот это вот всё тоже забираем. И там у меня ещё была... Я её утащил, утащил. Так, ну чё? Здесь можно всё, в общем, вырубать. Вот это открываем. Вот это вырубаем. И давайте сделаем уже, наконец, эту грёбаную перемычку. Так. Теперь нужно два. Или, наверное, один. Нет, два всё-таки, наверное, надо уголка. Ага, всё правильно. Вот здесь мы перекрываем поток воды. Этот тройник, по идее, нам здесь уже на гряд не упал. Теперь нужны только прямые трубы. И ещё нужна задвижка, кстати. Вот это прикол. А задвижки, по-моему, у меня свободные... А вот она, я нашёл. Задвижечка. А нахрена мне задвижечка, когда здесь уже есть задвижечка? Вот это я, конечно, да... Дал жару, дал жару. Так, ну, в общем, и пару уголков. И всё у нас будет работать, товарищ. Идеально. Всё. Есть у нас отдельные системы. И это, по-моему, просто замечательно. Теперь, значит, что мы делаем? Мы вот это перекрываем. Запускаем систему. Всё очищаем здесь. Вот. Чтобы всё укатилось уже нахрен. И радуемся жизни. Я тут сейчас немного почищу. Господи боже. Вот это меня бабахнуло. Да, надо будет это убрать, наверное, просто посохом и не париться. Охренеть. Смотрите, сколько с них всего валится. Это просто ужасно хорошо. И вот я вижу, тут застряла какашка. А ну иди, переплавляйся. И вот здесь ещё две золотушки. Здрасте. Здрасте. А как вы сюда попали? Наверное, когда у меня были небольшие проблемы. О, видите, опять началось, товарищи. Смотрите. Да, странно. Ну ладно. Короче, вырубаем систему. Всё, я вырубил. Вот это вот дерьмо потом я посохом соберу. Значит, давайте обсудим небольшие планы на будущее. Только сначала поспим. Значит, в следующей серии, господа, первейшая задача, важнейшая задача и всё остальное. И это постараться как можно больше и прикольнее обшить всю эту нашу фабрику. Или же, или же поформить за кадром деньги и попробовать упороться в логику. А зашивание всего этого дерьма в здание и, возможно, в цеха даже оставить на финал. Напишите, кстати, что вы думаете об этом. И я почитаю, и потом уже буду принимать решение. Значит, ещё, естественно, здесь вот всё оптимизировать. Сделать там центровочку, сделать там вот это вот всё. Поставить, естественно, заборы конвейерные вот там наверху. Здесь ещё добавить три дробилки, измельчилки. И, наверное, тоже организовать здесь заборы. Потому что мало ли, слушайте, камни прям разваливаются. Поток настолько большой, по всей видимости. Или, может быть, из-за того, что здесь куча поворотов. В общем, они сваливаются иногда. Это печально. Но давайте зафиналим. И это замечательное действие продажей ювелирных изделий, которые я там нафармил, накрафтил и насобирал, значит, наковал даже. Вот это правильное слово. Здесь, по-моему, тоже есть ювелир. Ювелир. Да, господи, что с тобой не так, тварь? О, боже. Отличное завершение. Давай. Хочешь ехать задом, так бы и сказала. Не обязательно было брейк-данс танцевать. В общем, сейчас мы что-то продадим. Да, с коллизией у игры продолжаются проблемы. Где там у нас ювелирчик? Ювелирчик. Вот наш ювелирчик. О, смотрите, какой удобный здесь подъезд. Просто обалдеть. Ну, давайте выкладывать. Значит, сначала подковы, которые кольца. А, прям так, да? 6 400. Теперь, значит, меч. 7 200. Неплохо, кстати. Еще один меч. 8 100. И, наконец, секира, которую я вообще не вижу. Она куда-то завалилась. Вот она. Точнее, это топор даже, да. Секира, она же с двумя. О, господи боже. Ты даже на стол не можешь нормально. Вот, давай. 11 000 у нас получается. И я бы, честно говоря, не сказал, что это много. Учитывая количество дерьма, которое там к даму поступало. Ну, в общем, ладно. Продаем. 11 000. Это неплохо. Это вполне неплохо. Я, кстати... А куда я дел свои сбережения? Я их что, там где-то оставил? Ага. А пойду проверю. Нет, их там нет. Походу, я их просто завалил конвейерами и всем остальным барахлом. Ладно, отправляемся домой. В общем, господа, я полетел. Да успокойся ты, тварь. О боже. Так, закройте глаза, а то у вас может закружиться голова. Кажется, я готовлюсь в космос. Так, молодец. Молодец. Идеально. Это мы где? А, понял. У корабля. Ясно. Ну, в общем, возвращаемся на приз. Значит, смотрите. Я за кадром подобываю золото. Оптимизирую, так сказать, мою вот эту всю систему. Дополню там конвейерами. Но это достаточно рутинное занятие. Не очень интересное. Так что буду добывать, достраивать, допиливать. И в следующей серии вначале мы с вами пойдем продадим это все безобразие. Я постараюсь нафармить себе кучу денег. И на эту кучу денег мы пойдем уже что-то покупать логическое. И прямо, что называется, в прямом эфире будем разбираться с этим, значит, безобразием. С нашими вот этими. Вот видите, это центровой. Надо сейчас их тоже все выложить. Будем разбираться, короче, с логикой. Потому что мне прям дико интересно, что можно ей сделать. Я прям люблю такие вещи. Если удастся вообще полностью все автоматизировать и вывести на пульт, это будет, я не знаю, это будет очень круто. И это прям можно считать моим личным финалом. Этого я и хотел достичь. Ну, а там какие-то чертежи, какую-то вот эту вот дрисню. И это мы, наверное, посмотрим с вами на стриме. Потому что мне, честно говоря, эти чертежи не особо интересны. Если мне что-то надо, я поехал купил. Вот у меня, пожалуйста, все есть. И, в общем, короче... Так, это две тысячи. Это мои старые сбережения. А где тазик? А где тазик с новыми? Он же не улетел нахер, пока я там летал, как сумасшедший, да? Хьюстон. Кажется, у меня проблема. Я просрал свои деньги. Смотрите, вот они. Я забыл их взять с собой. Слава богу. Спокойно. В общем, господа, спасибо за внимание. Услышимся в следующей серии по игрушек в Гидронир. А я пока пойду через лес, верну свои деньги на базу. По кошечке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!